Привет, соли, я рад тебя везти здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, я с самого начала вообще ходил на футбол, занимался футболом. Я, честно говоря, даже не помню, сколько лет ходил. Наверное, года три-четыре. Однажды в школу просто пришел мой первый тренер, так получилось, и позвал заниматься фристайлом. И вообще позвал в зал попробовать, посмотреть, рассказал, что там в зале, батуты есть, гимнастическая дорожка, брусья, кольца. Сказал, приходи, посмотришь, интересно будет. Меня заинтересовало слово батут. Что такое фристайл, я, конечно же, не знал. Самое интересное, что я, наверное, через год только узнал, что это за вид спорта такой фристайл. Когда я первый раз пришел в зал, открылись двери, я увидел, по-моему, пять батутов, и дети прыгают на них. Мне тоже очень захотелось. И первый раз, когда я попробовал попрыгать на батуте, я сразу понял, что мне это нравится намного больше, чем футболом заниматься. Германсон Вячеслав Валентинович. Он в то время ходил по школам, набирал спортсменов. И благодаря ему я попал в этот вид спорта. Ну, я еще говорю, что как только я первый раз увидел эту вышку, только тогда мне рассказали, что фристайл вообще-то это прыжки на лыжах с трамплина, а не батут, не гимнастика, не брусья с кольцами. До этого, конечно же, сразу невозможно встать на лыжи и прыгать с трамплина. Должна быть какая-то первичная подготовка, прыжки на батуте. И вот я целый год ходил, занимался, тренировался. Ну, и самое интересное, что на лыжах я вообще стоять не мог. Была проблема у меня, я не знал вообще, как на лыжах кататься. Снега я в горах не видел, не бывал в горах, только море видел. Поэтому лыжи видел впервые. Ну, вот мне пришлось прямо на трамплине учиться хотя бы по прямой спускаться с этого трамплина. Как бы у нас отметки там на сальто надо было не с самого верха ехать, а надо было стоять боком, а потом подпрыгнуть, повернуться и уже поехать. Я это вообще не мог. Для меня это было непонятно, как можно с этими лыжами управлять, чтобы подпрыгнуть еще и потом по прямой поехать. И Вячеслав Валентинович соорудил специально для этого специальную такую скамеечку. Он ее ставил, я садился на эту скамеечку и мог просто с нее оттолкнуться и по прямой поехать и сделать прыжок. И первый мой прыжок был прямой. То есть сальто я не смог прыгнуть. Наверное, сальто прыгнул раз из пятого. То есть я боялся отклониться назад, чтобы сделать сальто. То есть мне все хотелось заглянуть за этот, за трамплин, посмотреть, что там. Хотя надо наоборот делать. Ну, соревнований у меня было много. Самые первые, если уже непосредственно прыжки с трамплина, то это был где-то 2004 год. По-моему, мы выезжали за границу в Канаду на рам. Это такие соревнования, как Кубки Европы, только американского формата. И, по-моему, я там четвертое место, помню, занял. Ну, первые соревнования, это, конечно же, большое волнение. Непонятно, как, что происходит. Хорошо, а? Растяни! Стой! Чувствуешь себя неуверенно, не знаешь, что делать, как прыгать. Но на тот момент, в принципе, хорошо справился. Четвертое место заняло. Да, это в 2006 году не победителем. Я был вице-чемпионом юношеского чемпионата мира. Так случилось, что в 2006 году мне посчастливилось поехать на Олимпиаду. На мою первую Олимпиаду. Мне тогда было 17 лет. Но и в этом же году и был юношеский чемпионат мира. То есть я разрывался. Мне и там надо было попрыгать, и к юношескому чемпионату готовиться. Но Олимпиада была в приоритете. Так как мне сказали, что надо прыгать сложные прыжки, если ты хочешь туда поехать, то про двойные сальто мне пришлось забыть. И заняться именно этими прыжками, которые необходимы для олимпийских стартов. И после того, как уже Олимпиада прошла, поехали на юношеский чемпионат мира и соревновался. Соперники были белорусы, россияне. Мы втроем, можно сказать, в принципе боролись за первое место. Но я уступил белорусу только из-за того, что не уделил достаточно времени двойным сальто, так как готовился к Олимпийским играм. Это время было как раз после того, как поменялся старший тренер сборной Украины по фристайлу. И в этот момент у нас как-то наладилась работа, все стремились к результату. И в принципе результат не заставил себя долго ждать. И в этот год я и выигрывал этапы Кубка Мира, и вторые, и третьи места. То есть начало получаться выигрывать, занимать призовые места. И как вишенкой на торте в этом сезоне стало то, что мне удалось выиграть малый хрустальный глобус. Это было впервые в истории фристайла. Поэтому это такое серьезное достижение для украинского фристайла было. Ну вообще травма это в принципе для профессионального спорта это нормальное явление. Просто мне немножко не повезло то, что настигла она меня прям непосредственно перед Олимпийским сезоном. Можно сказать за два года до Олимпийского сезона. Проблемы у меня уже были с коленом. Но вот летом в Швейцарии неудачно приземлился и уже совсем не выдержало колено. Вплоть до того, что пришлось делать операцию. Сначала я конечно очень расстроился, потому что я понимал, что до Олимпиады остается два года, надо готовиться. А тут мне придется пропустить целый сезон. Все будут готовиться, а я буду наблюдать на треть со стороны. Но тренер меня поддержал, сказал, что может так и должно быть. Отдохнешь, соскучишься, с новым азартом придешь. И это тебе как-то даст толчок или еще что-то. Ну каким-то образом поможет. Ну и в принципе, как мы можем видеть, это действительно так и произошло. Лицензия зарабатывается непосредственно лично. Надо попасть в топ-25 по кубковому рейтингу за два года. То есть это для меня тоже была проблема, так как я первый год полностью пропустил. Перед Олимпиадой оставалось, по-моему, там три или четыре этапа Кубка Мира, на которых я должен был попасть в эту 25 и поехать на Олимпиаду. Как бы, с одной стороны, ничего в принципе невозможного, сложного, но и все равно непонятно было, смогу ли я быстро войти в форму, побороться и получить лицензию или нет. Перед Олимпиадой на всех кубках, в принципе, я попадал в топ-10. Это уже давало мне возможность поехать на Олимпиаду. А непосредственно контрольный кубок перед Олимпиадой, где я занял второе место, полностью дал мне уверенность, что лицензия у меня есть, и я на Олимпиаду еду. Вообще, Олимпийские игры – это не просто соревнования, это соревнования абсолютно другого уровня. Я думал, что с опытом можно как-то привыкнуть к этому ощущению, привыкнуть к нагрузке психологической. к ответственности какой-то. Но, как оказалось, это не тот случай. В любом случае, испытываешь волнение, переживание. Здесь груз ответственности, что 4 года ты готовишься, выходишь, делаешь свои прыжки, тебя оценивают, и у тебя либо получилось, либо не получилось. И если хочешь, еще 4 года потом иди и тренируйся. Поэтому главная задача моя была справиться с этим волнением, настроить себя на определенную работу. И, в принципе, не только я один работаю в этом направлении, еще и тренера вместе. Полностью вся команда работает на результат. Поэтому нам повезло. Мы справились со всей ответственностью, с переживаниями, с волнениями. Вообще на Олимпиаду едут 25 сильнейших спортсменов всего мира. То есть все 25 спортсменов, они готовы бороться за первое место. Все достойны, все могут показывать отличные прыжки. И ты это понимаешь. И понимаешь, что тебе тоже надо сделать свой лучший прыжок для того, чтобы пройти дальше. Плюс у нас такой вид спорта субъективный. Судьи оценивать могут по-разному абсолютно. Кого-то более лояльно они оценивают, кому-то более строги. Поэтому ты не знаешь, как к тебе отнесутся судьи, как оценят тебя. Ты понимаешь, что ты должен сделать все идеально. Потому что если ты дашь шанс зацепиться за что-то, ты просто даже не пройдешь дальше. Квалификация тоже была сложная. Мне не с первой попытки удалось даже попасть. Хотя прыжки я делал хорошие, оценки были высокие. Но это все показывает уровень соревнований, олимпийские игры, потому что все прыгают на уровне, оценки космические. Я только со второго прыжка прошел квалификацию. У нас потом было пару дней, вернее день мы отдыхали, восстанавливались. Смотрели, как прыгают женщины, девушки. И уже потом сами выходили на старт финала. После дня отдыха я чувствовал себя, в принципе, уже более раскрепощенным немножко. То есть я понимал, что в финал уже попал, но в финале еще надо побороться. Еще сделать три прыжка, которые тоже оценят максимально, скрупулезно судьи будут оценивать. В шестерку я попал, по-моему, а не, у нас сначала было 12, с 12 надо было в 9 попасть, и с 9 в шестерку. Вот в 9 я, по-моему, попал там четвертым. То есть я прыгнул хороший прыжок, без проблем прошел в 9. И в 6 я попал то ли четвертым, то ли пятым, тоже точно не помню уже. Но сам факт, что конкретно больше всего мне запомнилось ощущение именно перед финальным прыжком, уже в самой шестерке, потому что это было совсем по-другому. То есть я даже, тяжело это передать, ощущение и чувство словами, потому что ты находишься в таком состоянии, непонятном абсолютно. Ты вроде как и сконцентрирован, и настолько сконцентрирован, что никого не видишь вообще. Выходишь на старт, еще такая, получается, как бы мрачная ситуация, потому что на склон выпускают только тренера непосредственно, который стоит вверху, и мерять скорость, и непосредственно спортсмен. Больше на склоне нету никого. И вот это в этом состоянии, ты выходишь на старт, смотришь на трамплины, думаешь, что тебе надо сделать, и это все вот в таком каком-то вакууме находится, и ты, ну, не знаю, вроде и сконцентрированный, и в тот же момент ты не понимаешь вообще, что происходит на самом деле. И вот в этот момент тяжело сконцентрироваться и сделать то, что надо, потому что в таком состоянии допустить ошибку, ну, это легче простого. Вот. И мне удалось не допустить ошибки. Когда мы прыгаем элементы, хорошо мы чувствуем это. И после того, как я приземлился и выехал, я уже понял, что это очень достойный элемент, что я получу хорошую оценку, если, конечно же, судьи не зажмут. Вот. То есть я обрадовался, потому что понимал, что с этим прыжком можно уже побороться за пьедестал. И когда я увидел оценку 128 с половиной, я понял, что мои ощущения судьи подтвердили своей оценкой. Вот. Прыгал я вторым, вроде. За мной еще 4 человека прыгало. И вот в этот момент я стоял уже, наблюдал, как прыгают другие спортсмены. Я уже даже не помню, о чем я думал. Ну, конечно же, у меня было огромное желание, чтобы моей оценки хватило для того, чтобы попасть на пьедестал. И вот после того, как я увидел, что один спортсмен не справился с прыжком, то есть я уже третий стал. То есть, ну, я уже обрадовался. Для меня это, ну, в принципе, результат очень серьезный. После того, ну, как бы, и в принципе, я уже настолько был рад, что я попал, на пьедестал попал, что уже, как бы, особо и нет. И не... Ну, уже у меня переполняли меня чувства радости и счастья. А когда я уже видел, что еще один спортсмен не справился с элементом, и я уже второй, у меня промелькнула мысль. А если сейчас еще китайцы не справятся с элементом, и я стану первым, неужели это реально? То есть у меня мысль промелькнула, неужели это реально? И вот после... Еще, ну, напряженный момент был, потому что в Корее он было ветрено, холодно. Поэтому они стояли, ну, китайцы стояли, его долго не выпускали. И вот тоже, не знаю, сыграло это мне на руку или нет. Но вот он долго готовился, прыгнул свой прыжок. И непонятное ощущение было, потому что он тоже сделал свой элемент хорошо. Достаточно хорошо. Может, даже в какой-то момент я расстроился, потому что я понимаю, что всегда китайцам ставят больше, чем мне, допустим. Я думаю, что и в этот раз так произойдет. Ну, я радовался своему второму месту. Но когда я увидел, что он на полбала мне проиграл, я вообще не поверил, что это реальность, что это действительно произошло. То есть это уже было просто фантастика. Ощущения фантастические, чувства фантастические. И вообще, в принципе, все происходящее вокруг, это было как в фильме каком-то, как в сказке, как во сне. Это были все тройные сальто с четырьмя винтами. Разница только, в каком сальто два винта. Обычно это в первом сальте два винта, потом по винту в каждом сальто. В середине два винта и в конце. Вот мой финальный прыжок, это был винт-винт два винта. Прыжок, который мне не удалось в связи с травмой много напрыгать, поэтому это была чистая такая авантюра и ориентировка на удачу. Что мне удастся его сделать именно сейчас настолько хорошо, чтобы побороться. Гордость за свою страну, то, что прославляешь ее. И всегда, когда ты занимаешь места и поднимается флаг Украины, играет гимн наш. Без мурашек невозможно стоять и реагировать на это. Поэтому это удовлетворение, в первую очередь, и гордость. На самом деле, было очень непривычно, потому что столько внимания, в принципе, не наш спорт, ни я лично не испытывали, а тут буквально вся страна гудела о том, потому что прекрасно знали, что одна единственная медаль. не просто во фристайле она есть, а просто одна единственная золотая медаль на этих Олимпийских играх. Поэтому об этом знали все, кто каким-то образом смотрел или знает про Олимпийские игры, про Олимпийское движение. Поэтому внимания было много. Это было непривычно на самом деле. И в Киеве встречали огромное количество людей, и дома. В Николаеве, когда я приехал, тоже очень много людей приехало встречать. Для меня это было шоком, потому что до этого мы всегда молча уезжаем на соревнования, молча приезжаем с соревнований, а тут ты выходишь с поезда, а там такая толпа стоит. Ты не знаешь, что вообще происходит и что делать надо. Честно говоря, я тоже немножко переживал и особо не запомнил, чего он мне говорил. Поздравил, тоже спросил про ощущения, какие ощущения были в момент награждения. И все, и поздравил. Я же говорю, что я вышел с поезда, увидел эту толпу людей, которые вместе со мной радовались за мой результат, пришли встретить меня, поддержать. Это очень приятно. Словами передать, тяжело эти ощущения. «Ура!» Чемпиону Слава поздравляем! 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 И для того, чтобы его успокоить, он знает, что я всегда его успокаиваю, он доверяет мне, я доверяю ему, он доверяет тенеру, который стоит внизу, и как бы все получилось, как нужно. Молючатся квалификации, они были достойны попасть в финал, а уже все 12 спортсменов в финале, они были достойны бороться за медаль, и любой мог стоять на моем месте, но так сложилось, что я сделал лучше всех все, и собрал медаль домой. Иди сюда, ну почему постоянно мы это? Чтобы не допустить никаких ошибок, быть сконцентрированным и сделать лучший прыжок. Старший тренерок сборной Украины, в следующем году чемпионат мира. Тренироваться где будем? Пока что, как и всегда, в Карпас, рядом, через границу, да, через 2000 километров. Уважаемая пресса, еще три минуты, задавайте вопросы, потому что нам надо объехать. Выступать будет по-прежнему в Украине? Ну конечно, выступать. Вас не пытались переманивать? Нет, переманивать меня никто не пытался, были предложения, но все, в весе мы отказывали. Конечно. А от России... Нет, он же и лыжу одну отдал, да. Он же отдал в музее, да. На одной лыжи никак, самолетом. А больше уже здесь, где-то, где-то, где-то? Нет, беру в Спартаке. Все, попрошу контакт, давайте все. Спасибо, спасибо. Спасибо вам. И вам спасибо за встречу. Слево. Все, большое спасибо, Саш. После всех этих событий олимпийских, конечно же, очень сильно устал физически, эмоционально, и хотелось отдохнуть, взять перерыв, но я знал, что сразу после Олимпиады у нас сезон чемпионата мира, а этой награды не было еще у меня. И я подумал, что было бы неправильно упускать возможность с таким хорошим настроем не поехать и не попробовать завоевать медаль чемпионата мира, и поэтому я настроился просто на то, что хочу еще медаль чемпионата мира, чтобы у меня был полный комплект всевозможных наград, которые можно заработать в нашем виде спорта. И поехал за своей медалью на чемпионат мира. Балов делили от первого места, но и вторым местом я доволен. После Олимпиады я так и думал, не отдыхать, не брать год отдыха. Верить тяжело, потому что у нас такой вид спорта, что любая малейшая ошибка может привести к тому, что ты даже в финал не попадешь и ни о какой медали даже говорить не придется. Но четкое желание у меня было, и оно мне как раз и помогло. Ну, есть надежда, что то, что мы хотим осуществиться, и будут поднены, реконструированы залы, трамплины в Николаеве, что молодежь сможет заниматься в этих залах. И в будущем не просто начинающие спортсмены, а уже и профессионалы тоже смогут готовиться в нашем городе. И в будущем представлять конкуренцию на мировой арене, и тоже выигрывать свои медали, и привозить их сюда, обратно, в Николаев, там, где фристайл начинался. Я не знаю, что надо сказать нашим чиновникам, чтобы они обратили на это внимание. Я не верю, что они не в курсе наших проблем. Я вижу их желание влиять на это. Поэтому мне кажется, что быстрее все жители города Николаева скинутся и реставрируют спортивный зал, там, где я начинал прыгать. Мы также работаем в этом направлении шаг за шагом. Пытаемся что-то сделать. Понятное дело, что мне без разницы, где будет сделан этот трамплин, потому что результаты все равно будут, что трамплин есть в Украине, и украинские спортсмены смогут на нем готовиться. Где он будет территориально находиться, в Николаеве, в Киеве, это в принципе не имеет значения. Но чисто по-человечески хотелось бы, чтобы это все-таки было в Николаеве, там, где фристайл и зародился. Ну, на самом деле, со Шведовым я особо не работал, потому что он работал со старшими спортсменами, я тогда вообще был начинающим. Поэтому я его только видел, знал, что этот человек тренер, тренирует сборную, больше ничего не могу сказать про него. А Вячеслав Валентинович Германсон, это мой первый тренер, который именно нашел меня, привел, заинтересовал этим видом спорта. А уже потом, конечно же, огромнейшую работу провел Кобельник Юрий Михайлович, потому что непосредственно все мои навыки, знания, технику, это все он мне передал. Без него бы тоже многое бы не получилось. Поэтому каждый тренер сделал свой вклад в то, чтобы Николаевский фристайл выиграл золото Олимпийских игр. Конечно, все, что делается для развития всевозможных фильмов, они нужны, так как это все направлено на популяризацию и развитие этого вида спорта. Без помощи, конечно же, обойтись невозможно. Поэтому было бы неплохо, если бы мы бы находили каких-нибудь меценатов, которые готовы помочь, поспособствовать развитию фристайла и непосредственно в строительстве комплекса, в реконструкции. Не отступать от своих целей, всегда идти до конца, помогать спорту, для чего и существуют национальный олимпийский имитет и его отделения в областях городских. И благодарность огромная за то, что помогают и развивают спорт в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok